Ребят, всем привет, с вами Макс, канал Red Group. Сегодня мы разберем React Bootstrap, что это за библиотека, как с ней работать. Сразу хочу оговориться, есть вообще две библиотеки, которые я видел в проектах. Это есть React Bootstrap, это именно официально от Bootstrap, и есть React Strap. То есть они вроде бы идентичны, отличаются кое-чем, но мы будем разбирать именно официальную библиотеку React Bootstrap. А для чего я делаю этот ролик? Для того, чтобы просто вам показать, как работают похожие фреймворки CSS. То есть вы можете их использовать как React Bootstrap, так и EndDesign, так и Material, Taiwan и так далее. То есть все эти штуки вы можете использовать, потому что принцип один тот же, плюс-минус. Ну а если будут интересы другие фреймворки, обязательно пишите комментарии, я сниму на них тоже ролики. Итак, погнали. Откроем терминальчик и создаем обычный React проект. Все, запускаем. Вот официальный сайт, и есть также React Strap, помните, я вам говорил, да? Я, честно говоря, не понимаю, в чем прикол, но они отличаются. То есть они отличаются, и это, я так понимаю, неофициально. Те, кто знают, в чем разница, напишите в комментариях, это не особо относится к уроку. Короче, вы можете перейти в компоненты, и здесь увидеть все компоненты, которые у вас есть. Скоро будет интенсив по React, поэтому ожидайте, да, и пока можете купить подписку на ctmlc.ru. Компоненты. Здесь все они описаны в этой документации. В React Strap все то же самое. Components. И здесь все те же самые компоненты, просто они пишутся по-другому. То есть, к примеру, здесь вот alert не будет видно. Ну, даже в том же alert, видите, здесь color, variant, скорее всего. Да, variant, видите? В этом вот разница. Вот, ребят, поэтому здесь в этой документации вы можете все это изучить и все это прочитать. Тут, в принципе, все понятно и так далее. Ну, мы сегодня рассмотрим самые популярные, то, что я, к примеру, использовал проект, когда у меня был один проект на React Bootstrap. И вот, и то есть, там используют какие-то компоненты, потому что какие-то они бесполезные, какие-то полезные. То есть, и так далее. Давайте начинать. Все поставилось, отлично. Теперь войдем в наш проект замечательно. Откроем в VS Code. Код и открываем. Все, то есть, мы просто поставили. Теперь здесь же сразу же я закрою терминал, потому что я хочу здесь открыть терминал. Я, кстати, вебку переставил. Почему? Потому что, ну, чтобы она просто не закрывала вам много пространства. Я думаю, покрупнее сделаем немного. Вот так вот ждем загрузку. Так, и продолжаем, ребят. Смотрите. В этом, да, в моменте разница. Ну, то есть, здесь разница во многих моментах. Здесь по-другому названы атрибуты. Я не знаю, для чего это было сделано. То есть, идет дропдаун, да, основной. И у него есть дропдаун.item, допустим, да. Здесь же будет идти совместно. То есть, дропдаун и вот дропдаун.item, видите, вместе пишут. Здесь хедер, текст, не знаю. Может быть, он лучше, может быть, нет. Я все-таки использовал эту версию, поэтому мы ее будем разбирать. Запускаем проект NPM Start. Так, задача сегодня сделать простенький сайт, просто накидать его. Далее мы откроем, значит, Visual Studio Code. Здесь все, оно запустилось. Отлично. Давайте начинать уже. Layout, это просто, ну, видите, это гриды, то есть, это контейнер, это row и так далее. Это все всем понятно, я думаю, да. Начнем с контейнера, собственно. Пишем контейнер. Он нас не подсказывает по каким-то причинам. Но сейчас мы начнем уже писать. Я думаю, он начнет подсказывать. Поэтому напишем import container и from container. То есть, все очень просто. Таким образом у нас будет все это работать, да. То есть, мы просто элементарно ставим React Bootstrap, после этого просто из него вытаскиваем нужный нам компонент. К примеру, контейнер. То контейнер у нас должен быть как в раппер, да, допустим, вот так вот. То есть, в него что-то будет еще вкладываться. Внутри, допустим, мы сделаем row. Ну, я не буду объяснять сам Bootstrap, потому что вы сетку Bootstrap наверняка знаете. Это слишком глобальный продукт, да, и я думаю, все о нем знают. И здесь дальше call, то есть, колонки, да, делаем. Колонки у нас есть xs, да, тут дальше есть sm и так далее. Давайте сделаем, допустим, md. md будет равно у нас 6, да, то есть, и две колонки по 6. В первую напишем, допустим, лого. Тут напишем меню. Но это не совсем правильно. Давайте лого сделаем все-таки так. И тут будет 8. Вот. Посмотрим, что у нас. Так, row undefined. Будет ли он нам подсказывать автоимпорт? Да, будет подсказывать. Все отлично. Просто вот так удаляем одну букву, пишем еще одну, и у нас все это появляется подсказывать. Хотя row нам подсказывать не хочет. Но мы его сами отсюда сейчас импортируем. Хорошо, так, это мы убираем. Нам никакие стили тут не нужны. У нас свои стили. Классы все подставили, все отлично, да, но у нас нету стилей. Стили нет. Подождите, мы не все подключили. Мы не все подключили. Нажимаем getting started. Что нам говорит? npm install и сам bootstrap нужно поставить. Ни в коем случае не забываем про это, ребят. Нужно поставить также сам bootstrap. Устанавливаем. И вот таким образом подключаем. Обновляем. Да. Теперь все подгрузилось, все отлично у нас работает. Вот наш контейнер замечательно видим, да? Давайте покрупнее сделаем, чтобы вам было тоже видно. У нас есть лого, есть меню. Хорошо. Сетка работает. И то есть теперь, когда мы уменьшаем разрешение экрана, к примеру, то сетка, видите, она падает. После 768 она уже падает и становится на фуллскрин, на всю ширину. Отлично, ребят. Идем дальше. Это вот часто используемая, да, понятное дело, сетка, контейнер и так далее, самоиспользуемая. Давайте поставим breadcrumb. Начнем с них. Можно прямо отсюда копировать спокойно. У нас в каждом, внизу каждой странички, каждого компонента есть API. Что такое API? Здесь описаны, какие у него есть вот option, есть props, у нас здесь есть label, class name и так далее. Это все, что мы можем передавать туда вовнутрь. Хорошо. Breadcrumb мы тоже импортируем. Сохраняем. Смотрим, что получается. Header я перепутал уже с маленькой буквы. Отлично. Все. Вот они замечательные наши получились. Хорошо. Так, что по отступам? Margin top 2, допустим. Есть такое? Да, такое есть. Отлично. Поэтому напишем margin Y. Замечательный наш breadcrumb. Это хлебные крошки часто используются на сайте. Далее. Допустим, мы хотим накидать сюда же в хедер. Давайте сделаем типа аватарку какой-нибудь человек. У нас есть images. Еще там, к примеру, тоже двоечка. И тут будет аватарка. Только аватарка будет повыше, соответственно, вот тут. Какую-то картинку условную возьмем. Давайте мы возьмем в интернете. Images. Вот такую возьмем. Нам не имеет особого значения. Копии имидж с адрес. И вставляем ссылочку. Тут указываем rounded, потому что это будет rounded. Имидж у нас тоже нужно отсюда забрать. Забираем. Сохраняем. После этого идем сюда. Здесь мы обновляем. Все отлично, да? Здесь можно также написать height. Давайте 30. Все, все видно. Хорошо. Тут я все-таки, наверное, предпочту добавить это рядом с лого просто и дать ему классный. Margin. Right 2, допустим. Вот. Это все-таки мы уберем. И вот так сделаем, да? Здесь не 8, конечно, здесь 10, да? Не забываем. Хорошо. Это мы добавили с вами. Так, отступов слишком мало. Нужно побольше сделать. Давайте сделаем по 5, чтобы все было у нас пышно достаточно. Далее мы используем, допустим, карусельку хотим сделать. Очень удобно можно сделать просто так простую карусельку, да? Чтобы она переключалась. Просто берем, копируем отсюда опять же. Вставляем это все дело после бред крамбов. По-хорошему это все разбито на отдельный компонент, понятное дело. Дальше мы, допустим, пойдем сейчас опять же с вами в Google. Так, возьмем картиночку, допустим. Идем сюда. Вставляем эту нашу картиночку. Вот она здесь. Еще есть вторая, да? И есть третья. И у нас полностью готовый слайдер, да? То есть картинки, понятно, дело подобрано неверно. Но тем не менее все готово, все полностью работает. И у нас складывается уже какой-никакой сайт, какой-никакой плохой, плохой, неплохой, но проект, да? Я понимаю, что это не особо круто, да? В текущих реалиях лучше делать свой дизайн. В принципе, то, чем я занимаюсь. Но тем не менее, для вот новичков, для того, чтобы собрать быстро какой-то проект условно, какую-то быструю версию, я не знаю. То есть это реально очень удобная тема. Также есть другие, да? Типа фреймворки, типа Ant Design, допустим. Они, мне кажется, чуть покрасивее будут. К примеру, Ant Design посмотрим, да? Короче, видите, да, здесь все более красиво. Поэтому советую все-таки использовать Ant Design. Но тем не менее, этот ролик именно для тех, кто решил там React Bootstrap использовать. Вот здесь, видите, все покрасивее все это смотрится. Понятное дело, эта стилистика уже более приятная. Прекрасно, да? У нас все хорошо. Меню, ну, все-таки меню нужно сделать поудобнее, да? Чуть-чуть я на Эмпилса возьму. Прикольно выглядит. И сюда все это с вами тоже заинсоризируем. Значит, это вот вместо как раз такие менюшки. Захотели сделать менюшку? Бахнули, оп, все готово. Ну, это, в принципе, Bootstrap, ребята. Вот все эти готовые штуки, конечно, они очень удобны. Но как только делал доходы к кастомизации, там уже придется костыли делать и так далее. И все-таки, ну, тут нужно выбирать уже сторону, да? Либо вы там делаете полностью на фреймворке на каком-нибудь таком, да, быструю версию. Либо уже свой дизайн. Так, здесь все хорошо, но я бы хотел, может быть, как-то этот отодвинуть все-таки, я не знаю. Но мы тут сможем разными способами все это дело сделать. Что у нас есть nav? Active Key, так, Fill, Variant Roll, Tabs, Pills, есть, видите, Variant Roll. Я другой способ вижу. Давайте сделаем просто Class Name. Class Name. Мы возьмем DisplayFlex, сделаем, да? После этого сделаем Justify Content End. Теперь оно все сделалось в конце и так уже красиво выглядит. Блин, правда, этот клацается неудобно, но тем не менее. Шикарно. Я считаю, ребята, это более чем шикарно. То есть у вас полноценный сайт уже просто за считанные секунды. Какое-то будет сообщение. Вот, ребята, у нас сегодня есть скидка на бесплатную доставку, допустим, да, условно. Мы берем сейчас вот этот alert. Сюда это вот так. Alert. Импортируется или нет? Нет, опять же. Нужно вверху его закинуть сюда. Дальше у нас сам alert, где он находится? Здесь. Мы ему что делаем? Мы ему просто делаем вариант и ставим ему вариант. К примеру, инфа. Да, это информационный пост будет. Только сегодня бесплатная доставка. Ну, допустим, да, в каком-нибудь интернет-магазине. Сохраняем. Вот ваш, пожалуйста, баннер. Давайте, допустим, карл. Какие-то статьи, допустим, закинем. Не забываем сделать какой-нибудь типа в рапер. Допустим, напишем блог, да? И в нем уже сделаем row, наш любимый row. В нем уже сделаем колоночки. Я не знаю, сколько их сделать. Давайте map item. Так, дальше карт мы берем отсюда. Пост, допустим. Давайте вот такую возьмем. Вариант указываем, куда это будет указываться, да? И здесь оставляем дефолтные все значения. Так, button еще не забываем, да? У нас тоже здесь смотрим. Да, у нас посты все перекинулись, все так я хотел. Только единственное, я, опять же, сразу оговорился, что я неправильно немножко сделал. Значит, тут карт. Я забыл тут колонки сделать, да? Call, md, пусть будет по 3, да? То есть маленькие такие, маленькие. Все по красоте, да, у нас стало. Теперь давайте мы возьмем, сделаем отступы. Margin, y, 4. И все у нас прекрасно работает, да? Здесь также можно погинацию вставить, допустим. Давайте сразу же перейдем к погинации. Мы вставим просто рандомно. Но мы не будем сейчас писать ничего, вот, какой логики. Наша задача разобрать именно компоненты, да? То есть мы идем сюда, и вот сюда прям можно вставить. Оп, все, погинация на месте. Давайте мы ее тоже сейчас с ней поработаем. Блин, что такие маленькие? Нам нужно больше спейса. Погинация работ. Я последнее, что хотел разобрать, это table, во-первых. Давайте возьмем, я обычно беру вот этот как раз к table, где, видите, меняются цвета, потому что это приятно выглядит. Table бахнем. И я еще хотел сразу форму с вами разобрать. Форму. Вот таким образом. Хорошо, смотрим. Вот наша замечательная, значит, у нас футера не хватает, да? Только у нас замечательная table есть, да? Тут можно ее как угодно размечать. В принципе, еще сложно, то есть, допустим, если вы хотите вывести данные сервера, вы просто пишете, вот, условно, у вас есть АТР, да? И вы ее просто оборачиваете вот в такой же мап, как я здесь обернул, да? К примеру, видите, мап. То есть мы можем прямо отсюда взять вот так вот, вот так обернуть, к примеру. Это все дело закрыть. Да, у нас будут пока что одни и те же данные, но это сейчас не имеет для примера значения. Вот, допустим, 4 элемента сейчас будут выводиться. Мы можем здесь еще подхватить, к примеру, индекс и индекс подгружать динамично. Вот таким образом, да? Просто индекс. Вот так. Смотрим. Вот нажимаем 0, 1, 2, 3 и так далее. Форма. Нажимаем саббинт. Все срабатывает. Все шикарно, да? То есть она отправляется. Отлично. Инпуты делаются таким образом через форм-контрол. Лейбл. Таким образом, то есть автоматически он привязывается сюда. Но чтобы он привязался, нужно сделать форм-групп и указать контрол-ид именно вот такой вот, да? Тем самым ID-шник автоматически назначится инпуту. И при клике сюда у вас будет кликаться на инпут. Нажимаем e-mail, выделяется e-mail. Пассворт, пассворт. Вот таким образом. Давайте мы сделаем отступ снизу, чтобы было покрасивее смотрелось это все. А именно класс. Name. Margin bottom. 5 пикселей, да, допустим. Отлично. Теперь важно понимать, что все, что мы с вами сделали, прошло буквально там, ну сколько там, 20 минут, да, прошло. Это вообще мало. 15-20 минут это вообще ни о чем. И мы сделали полностью главную страницу. Да, у нас нет пока что здесь никакой логики. Логика там дописать, не знаю, именно для вот этой странички. Логику дописать, если у вас есть готовый backend, то это, не знаю, там, час, два, может быть, три максимума, там, допустим, авторизация какая-нибудь и так далее. То есть это все дописать очень быстро на самом деле происходит. Если мы посмотрим сейчас инспект, то это все сразу же идет адаптивно. То есть в этом-то и прикол. То есть мы нажимаем, да, и мы видим эту ту самую адаптивность. Вот. Мы сделали экран, допустим, такой. Это у нас что там, допустим, iPad Pro. И смотрим, у нас все прекрасно адаптируется. Все адаптировалось. Делаем, допустим, там Surface Duo, допустим. И все прекрасно адаптируется, да. То есть, да, вы можете это корректировать. К примеру, мы видим, что у нас картинки слишком большие. И все-таки я бы хотел, чтобы на мобильной версии постов было два штуки. Так мы берем, переходим сюда. Call MD3 и XS6. Вот таким образом. Смотрим. Все, теперь их будет по два. Теперь уже все прекрасно, красиво смотрится. Все остальное нам делать не нужно. Вот эту штуку, да, единственное, нужно еще так же подделать. То есть мы сделаем хедер. XS мы делаем те же 3, допустим. А здесь XS те же 9. Все подгрузилось, все замечательно смотрится. Какое бы мы ни выбрали, допустим, там iPhone 6+, допустим, там Moto G4. То есть все это подгружается замечательно. Здесь почему-то только отступ какой-то странный. Это, видимо, какой-то баг, я не знаю, не должно быть такого отступа. Ну, это уже не моя забота, потому что я вам показал именно саму библиотеку. Вот. То есть она полностью адаптивна, полностью круто работает, ребят. В этом-то и самая фишка. В этом-то и самая фишка в этих всех фреймворках. То есть вы берете, и это быстрый способ сделать быстрый запуск любого проекта. Допустим, вам нужно потрессировать, вы не хотите тратить время на дизайн, не хотите тратить деньги на дизайнера и так далее. Вы просто взяли, скачали, запустили, быстренько накидали там-там-там-там-там. У вас все полностью готово, все готовы компоненты. Минус какой, что далеко вы на этом не уедете, понятное дело. То есть это штука, которая именно сугубо для старта, я так считаю, по крайней мере. Есть, конечно, проекты, которые используются на постоянке. Но я все-таки советую покупать дизайн у дизайнера, либо как-то, ну, все это дело самим верстать и так далее. Вот, на этом все, ребят, с вами был Макс. Надеюсь, я не был слишком сонным, слишком задумчивым, потому что были сегодня другие дела, но я не могу оставить вас без ролика. Сегодня уже воскресенье, каждую неделю выходят регулярно нас ролики. И встретимся с вами уже завтра, ребят. С вами был Макс. Всем пока!